Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты Илья, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Есть имена и есть такие даты. Ветераны Великой Отечественной получают матпомощь ко дню победы. Конечно же, низкий поклонам и огромное-огромное спасибо. О какой сумме речь? Море по колено. Нетрезвый житель устроил дебош в цветочном магазине. Принялись отрабатывать прилегающую территорию. Романтический порыв или настоящий беспредел? Красота – страшная сила. Горожанок приглашают на кастинг конкурса «Мисс Беларусь». Очень важно и очень интересно, когда каждая приходит с какой-то идеей. Как стать лучшей? А также кредитная политика, социальные выплаты и апрельский перенос. Минтруда напоминает о рабочей субботе. Нужно ли выходить с тем, кто был на больничном и в отпуске? Мы перед ними в неоплатном долгу ветеранам Великой Отечественной начали выплачивать материальную помощь. Ее получают и те, кто пострадал от последствий войны. Около 10 тысяч человек. Минимальная сумма – 850 рублей. Максимальная – 2000. В Вавруйске в числе первых Мария Гравцова, Екатерина Богдан, Анатолий Германов и Зинаида Бестужева. В подарок также цветы и продуктовые наборы. Благодаря нашим ветеранам, благодаря их самоотверженному труду, это и труженики тыла, это и люди, которые были на передовой, мы сегодня имеем такую возможность жить в мирной, замечательной стране. Конечно же, низкий поклон им и огромное-огромное спасибо. Список свидетелей войны становится все короче. В городе их осталось 32. А ведь сейчас, как никогда, важно узнать всю правду о победе советского народа из первых уст. Миллион кровавых роз. Нетрезвый бы вручанин устроил дебош в цветочном магазине. От рук хулигана пострадали двери в торговом объекте на социалистической. Благодаря слаженности и оперативности сотрудников департамента охраны, преступника тут же нашли. Им оказался 48-летний местный житель. На маршруте, неся службу вместе с Бобойком Александром, мы получили сообщение от соседнего наряда. Принялись отрабатывать прилегающую территорию, где впоследствии, недалеко от объекта, где было совершено преступление, мы обратили внимание на гражданина, который шел в рабочей робе в темное время суток. Когда мужчину задержали, его руки были в крови. Нарушителя доставили в отдел милиции. Безвизовый режим, прожиточный минимум и современная заправка. В Беларуси в ближайшие три года реконструируют и построят 32 АЗС. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси снижается ставка рефинансирования. Четвертый раз за год. Со 2 мая показатель составит 10%. Это связано с замедлением инфляции в республике до шести. По прогнозам экспертов, при отсутствии существенных шоков, Нацбанк продолжит уменьшать ключевую ставку, что положительным образом скажется на денежно-кредитной политике в стране. Республику с момента введения безвизового режима посетили свыше 500 тысяч иностранцев. При этом работа литовских двух пунктов пропуска на границе с Беларусью будет ограничена. Изменения коснутся ВИДЗы и ЛОШа. Движение здесь будет разрешено только днем и только для легковушек. Ожидается, что официальное решение западных соседей вступит в силу к концу года. С мая повысится размер прожиточного минимума. В среднем на душу населения 352 рубля 13 копеек. Это на 3% выше по сравнению с нормативом, который действует с февраля по апрель. Изменится БПМ для пенсионеров и многодетных. Автоматически увеличатся надбавки, социальные выплаты и пособия, в том числе по уходу за инвалидом первой группы. В стране в ближайшие три года реконструируют и построят 32 автозаправочные станции. При модернизации будет использовано новое технологическое оборудование. Оно позволит увеличить мощность объектов и количество обслуживаемого транспорта. Особенно активно планируется расширять сеть многотопливных АЗС для заправки различными видами моторного топлива и зарядки электромобилей. Минтруда напоминает о рабочей субботе. Переносы распространяются только на тех, у кого пятидневка. Если сотрудник 24 апреля находился в отпуске или на больничном, 29-го выходить не нужно. Однако это не касается тех, кто был в командировке или повышал квалификацию. Следующие официальные выходные – 1, 8 и 9 мая. Удобство пассажиров – главный приоритет. В Бавройске меняется расписание троллейбуса номер 4. С ним можно ознакомиться на сайте горосполкома. Транспорт следует по проспекту строителей, конечная улица Сикорского, затем Шинная, Гагарина, Ульяновская, Шевченко, Крылова, Интернациональная, Советская, Держинского, Пушкина, Карла Маркса, Советская и далее. Дополнительно с 27 по 30 апреля в тестовом режиме организуется движение и пятого троллейбуса. Впоследствии один из них будет ходить на постоянной основе. Благовестие мира и созидания. В Бавройске провели пасхальную программу, посвященную памяти митрополита Филарета. Владыка до последнего часа молился за благополучие своей страны. Недаром его по сей день называют мерилом нравственности и совестью нации. О человеке эпохи Татьяна Горбач. Бабручане собираются вместе, чтобы разделить радость самого светлого христианского праздника Воскресения Христова. Звучат классические произведения в исполнении учащихся и педагогов детской школы искусств имени Текотского. Кулинарная выставка-конкурс от Белорусского союза женщин проходит уже в третий раз. Активисты первичек представляют настоящие гастрономические шедевры. В этом году к нам подключились Белшина предприятия. В этом году станция переливания крови приняла участие. Традиционно принимает участие завод тракторных деталей и агрегатов Бобруйск-Агромаш. В этом году подключилась Славянка со своими тоже великолепными куличами. Программа посвящена памяти митрополита Филарета. Фотовыставка знакомит гостей с судьбой человека, чья жизнь и служение стали нравственным и духовным образцом для миллионов верующих. Годы трудов почетного патриаршего экзарха всея Беларуси отмечены всесторонним возрождением православной церкви, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей. Сам москвич, но оказался в Беларуси, полюбил эту землю, людей и явился нашим общим учителем, создателем Минской духовной семинарии, академии, которая выпустила множество учеников, которые служат сейчас по всей Беларуси, в городах и весях, в том числе и здесь у нас в Бобруйске и на Могилевской земле. Именно благодаря митрополиту Филарету в республике возрождены все исторически существовавшие епархии. Установлены церковные празднования в честь Ефросиньи Полоцкой, Кирилла Туровского, Георгия Канисского. Владыка до последнего часа молился за благополучие своей страны. Недаром его по сей день называют мерилом нравственности и совестью нации. Мы приносим сегодня в общество не просто информацию о герое Беларуси, о великой духовной личности, а о том человеке, который просто служил своим людям, служил в своей земле, никогда не забывал о простых людях. Праздничную программу продолжает представление православного театра «Убрус». С главной сцены звучат духовная музыка и проникновенные стихи. Уникальную атмосферу создают чистые голоса мужского всехсвятского хора. Танцевальные номера и глубокие диалоги формируют особое отношение между зрителями и артистами, которые делятся своим воодушевлением от благой вести. На что зал отвечает в духе христианского приветствия. Христос воскрес. Воистину воскрес. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Битва за корону. В Бобруйске проведут отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь». Участницам предстоит рассказать о себе, эффектно пройти дефиле в купальниках и ответить на каверзные вопросы жюри. Главные критерии – внешние параметры. Рост ниже 172 сантиметров. Под запретом татуировки и пирсинг. Семейное положение – не замужем и без детей. Возраст от 18 до 20 семей. Очень важно и очень интересно, когда каждая приходит с какой-то идеей, хочет рассказать свою цель и реализовать ее при помощи звания, титула и возможностей «Мисс Беларусь». Побороться за титул главной красавицы страны можно во Дворце искусств в среду. Начало кастинга в 12 часов. Победа в конкурсе – это не просто сверкающая корона и ценный приз. Будущую королеву ждут огромная работа и большая ответственность. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!